Просто попался сложный текст, много времени потратил на сочинение и не успел перепроверить тесты. Больше, мне кажется, переволновалось. Вот и все. Думал, что успею нагнать, но до экзамена я его чуть не дотянул, потому что побольше я себе разбирал математическую часть и теорию в целом. 80 буду набрать, и будет здорово. Да, 80, и все хорошо. Проанализировав свои ошибки, посидев еще пару недель над заданиями, выпускники, у которых школьные аттестаты уже на руках, решили улучшить свои результаты ЕГЭ. Во время основного этапа сдачи экзаменов бывает, что волнение где-то сказалось, где-то не смогли справиться с этим волнением, но вот результат где-то, может быть, понизили свои результаты. Поэтому, конечно же, такая возможность, как в этом году появилась, это очень большая удача для них и перспектива. В первый день пересдачи ЕГЭ у Хабаровского политехнического лицея собрались свыше 120 выпускников. Есть те, кто и с первой попытки набрал более 70 и 80 баллов, но хочет еще больше. Улучшив результат даже по основному предмету, русскому языку, можно увеличить итоговый балл для поступления в ВУЗ. Планирую сейчас пересдать на 85-95, поступать собираюсь в Ленинградский электротехнический институт. В сумме нужно набрать около 260 баллов. Это чтобы просто поступить? Это на бюджет. Химию выбирали ребята, которые собираются поступать в медицинские университеты. Предмет сложный, но даже те, кто завалил экзамен в первый раз, не отступают от своих намерений. Игнат Губин хочет стать сосудистым хирургом, потому что сам страдает из-за проблем с кровеносной системой. Кровь из носа при любом соприкосновении как раз таки с самим же носом и просто от давления от высокого, допустим, ту же погоду. Пытались прижечь как-то, пытались что-то с этим сделать, чтобы оно текло поменьше. Два раза прижагали, два раза сожгли мне слизистую. Не хочется больше повторять, хочется найти какое-нибудь другое решение проблемы. И ты решил сам стать таким специалистом, чтобы решить эту проблему? А почему бы и нет? Сегодня в политехническом лицее вновь сдают русский язык, английский, физику и химию. В зависимости от предмета ребят распределили по нескольким аудиториям, куда они проходят после всех привычных для них процедур. Организация абсолютно такая же, все так же, как и на обычном ЕГЭ. Это обычный ЕГЭ, просто это дополнительный период. У нас основной период закончился уже больше полутора недель, даже уже две недели назад. Поэтому отдохнули, можно еще один экзамен принять. Самый популярный предмет, который в эти дни переиздают бывшие школьники – общество знания. 159 выпускников выбрали информатику, чуть меньше – русский язык, биологию и химию. Всего использовать второй шанс сдать на отличное ЕГЭ в Хабаровском крае решили более 850 человек. Это меньше 20% всех выпускников. Потому что в целом в этом году ребята хорошо справились с экзаменами. Стало больше высокобальных результатов. Уменьшилось количество ребят, которые не преодолели минимальный порог. По физике этот показатель снизился в пять раз. Предметы естественного научного цикла в этом году дали определенный такой позитивный рывок такой произошел. Особенно в физике. У нас на 10 баллов примерно увеличился средний тестовый балл. Такого никогда в жизни не было. По физике всего 9 человек в крае сдают экзамены сегодня. Из них 6 в Хабаровске, трое по краю. То есть физика так неплохо была сдана, что большинство детей удовлетворены своими результатами. И даже необходимости пересдать ее особо нет. В этом году в Хабаровском крае уже 39 стобальных результатов по ЕГЭ. После 15 июля, когда станут известны итоги пересдачи экзаменов, это число может увеличиться. Марина Рожко, Ольга Власова. Смотри Хабаровск. Продолжение следует...